Строительным компаниям страны в этом году выдали кредитов на 239 миллиардов тенге. Судный портфель отрасли составил 676 миллиардов. Это самый низкий показатель с начала 2007 года. За последний год объем сократился на 15 процентов. Уменьшилась и доля от всех выдаваемых кредитов. Уровень просроченной задолженности в отрасли тоже довольно высокий 17 с половиной процентов, что тревожит экспертов. Несмотря на это, в целом объемы строительных услуг в стране выросли на 12 процентов. По мнению главы союза строителей Казахстана Талгата Иргалева, есть несколько причин того, почему компании стали меньше пользоваться банковскими кредитами. И одна из них связана с высокими рисками в этой отрасли. Есть опыт кризиса 2007-2008-2009 года, когда банки прокредитовали многие компании и на большие сроки. И в итоге финансовый кризис именно в этой сфере подорвал благосостояние таких банков. Это опыт и страх, он до сих пор остался. Строительный сектор очень такой финансово емкий. У банков считается кредитование строительного сектора рисковым делом. И на сегодняшний день только два банка кредитуют. На самом деле можно это понять. И четвертый момент это связано с тем, что мы вошли в таможенный союз, он немного нас тянет вниз. Новые правила для горнорудных компаний внедрили на бирже МФЦА. В их отношении теперь будут применять дифференцированный подход. Компании условно разделят на два уровня, продвинутые и юниорские, с более высокой степенью риска. В зависимости от этого предприятия начнут освобождать от ряда требований по листингу на АИКС. К примеру, таких как наличие чистой прибыли и минимальная рыночная капитализация выпускаемых акций. При этом имитенты обязаны иметь квалификационный менеджмент, геологическую отчетность, подтвержденную независимыми экспертами. Правила разработаны для повышения инвестиционной привлекательности отрасли. В Казахстане растет рынок телекоммуникации. Доходы от услуг в сфере за полгода выросли на 8%, составив свыше 500 миллиардов тенге. Для сравнения, за весь прошлый год прибыль была чуть выше 700 миллиардов. В целом, тенденция роста наблюдается во всем мире. По данным компании IDES, мировые расходы на услуги связи и платного телевидения в прошлом году превысили 1,5 миллиарда долларов. Лидирует мобильная связь, на которую приходится более половины глобальных расходов. Крупнейшим рынком телекоммуникационных услуг по-прежнему остаются страны Северной и Южной Америки, где в прошлом году выручка достигла 616 миллиардов долларов. Компания Apple опустилась на 24 место в годовом отчете о ведущих брендах Китая. Год назад она занимала 11 позицию, а в 2017 до начала торговых противостояний Apple была пятой в рейтинге. Сейчас китайские потребители все больше дают предпочтение своим брендам. Лидирует в рейтинге платежная система Alipay и компанию Huawei, которая поднялась в этом году на две позиции. Однако геополитическая напряженность не единственная проблема, с которой Apple сталкивается в Поднебесной. Пекин стремится сделать страну лидером по внедрению высокоскоростных сетей 5G, а телефоны американского производителя не поддерживают новейший стандарт беспроводной связи. И в завершение информации с казахстанской фондовой биржи. Курс по итогам последних торгов составил 387 тенге 34 тына за доллар США.